Здарова, народ! С вами самоостройщик Леха. И сегодня я расскажу и покажу, как сделал такой классный дешевенький подоконничек. К сожалению, на улице сейчас вообще негти. Там сейчас дожди, четыре дня. Хотел показать, как он выглядит на солнце. В общем, смотрится на солнце очень классно. Но ради моего подоконника никто не хочет подгонять облака, поэтому показываю, как есть. Субтитры создавал DimaTorzok Перемещаемся к рабочему месту. Сегодня рабочее место это подоконник. Вот такой обычный из газоблока. Как видите, утеплен пеной еще с зимы. Немножко мусорно. Но сейчас мы это все очистим и продолжим. Сразу обдираю всю монтажную пену. И чтобы же не тоже было чем заняться, сбрасываю на пол. Все излишки, которые остались, я соберу пылесосом строительным. Поверхность подготовила. Теперь ее необходимо прогрунтовать. Грунтуя для того, чтобы повысить акдезию сцепления клея с плиткой и самим блоком, а заодно и без пылеповерхность. Валиком получается экономно, но ненадежно, так как дело для себя лучше грунтую либо кисточкой, либо пулевизатором. В этом плане, так как рядом окно и батарея, я буду грунтовать лучше кисточкой. Итак, готово. Что мы имеем? Мы имеем толщину поверхности, которую нужно будет заделать в 3 сантиметра, а ширину, то есть от края до стартового профиля, 30. И это как бы не очень хорошо, потому что одной плиточки просто прилепить будет маловато. Как видите, там еще палец спокойно помещается. Но даже если положить вторую плитку, ситуация меняется, но палец влазнуть все равно еще можно. Поэтому придется еще делать сантиметровый слой клея. Поэтому то, что будет внизу, я решил положить ту плитку, которой мне не жалко. У меня есть, кстати, много. Возможно, в будущем, если кто-то захочет, я разыграю. И я буду использовать как черновый вариант, ну то есть то, что не жалко. Иногда, порой, когда сильно мучаешься, долго, исправно, усердно, кажется, что руки растут не из тебя. В общем, напилил я из того, что смог черновый вариант. На всякий случай для себя я грунтую поверхность плитки прямо перед самым нанесением клея. Так как я буду делать черновый вариант, мне придется грунтовать обе поверхности, то есть и лицевую, и черновую. Ну а теперь на погрунтованную плитку наношу плиточный клей, а заодно и на сам подоконник. Ну и приклеиваю. Здесь слой где-то 3-4 миллиметра. В будущем, вот потом, когда будет финишный вариант, там уже подровняю под высоту, чтобы прям профиль был в сплень. Оставляю узоры между плиткой где-то 3-4 миллиметра. Почему такие большие? Ну, потому что пусть будут подвижки, все равно черновой вариант, там если еще потом подвину, замажу раствором. Когда будет чистовой вариант, у меня будет расстояние 2 миллиметра. Черновую плитку, так и чистовую, я ложу таким образом, чтобы до стартового профиля еще оставался сантиметр. В будущем я этот промжуток запеню. Черновой вариант готов. Вот съемка ночью, а вот съемка утром. Ну а теперь к хорошим новостям. Сосед недавно делал ремонт из дорогой плитки и у него остались куски. Он решил отдать их мне, так как он тоже видел мой ролик, как я в ванной сделал столешницу. Он говорит, ступай рука стой, может быть с ней ты что придумаешь, все равно буду выкидывать. Я говорю, давай посмотрим, что там, может все получится. Огрызки получились довольно-таки странные. Некоторые плитки можно было оставить целиковые. Хотя целиковые ни одной не было, они все вот странно порезаны. Но мы же нарешили, что на кухне подоконник пластиковый, но как-то не очень. Поставить что-то горячее остывать на подоконник и все, и подоконник к пластмассовому заднице. Также предупреждали, что они бывают еще со временем выгорают и желтеют. Поэтому неплохой вариант это плитка. Желательно какая-нибудь хорошенькая, светленькая, беленькая. Подвернулся удачный случай, эту плитку отдал сосед. Плитка казалась необычной. Плитка как обычно не режется. Точнее как режется, но она отламывается по уголкам. Обладает такими свойствами, что ее резать нужно только с помощью станка, то есть водяного специального станка или болгаркой. Но я решил, что одну часть, которая неудачна, то есть ту, которую никто никогда не увидит, я решил спрятать под профилем, а уже лицевую красивую, ту, что будет смотреть лицом ко мне. Рез получается не очень ровный, поэтому в будущем вся надежда на затирку. Ну а осталось сделать заусовку. Заусовка будет делать на улице, чтобы вся пыль в доме опять не образовывалась, так как погода уже нормальная, теплая, можно все делать на улице. Все так же использую специальный диск, не забывая просредства защиты органов дыхания и очки. Никаких станков в этот раз я использовать не стал, так как я уже сделал не один рез, уже сделал санузел, там не маленькая квадратура, поэтому рука уже набита, не трясется, поэтому сделать спокойно. Главное рез начинать снизу и немножко сверху, то есть каким-то углом не заканчивать, он отрезкается, откалывается. Ну и стараться вырезать под острым углом, 43-42 градуса. Если руки не трясутся, то в принципе ничего сложного нет. Главное не жадничать, не брать близко к краю, а то он откалывается, оставляет миллиметр. Ну а дальше можно подпотронять черепашкой. Далее для монтажа мне необходима система СВП. Можно прицелиться, примериться, как это все будет. Вертикальная плитка будет сползать, поэтому лучше под нее что-то подкрутить. Я использую обычные строительные саморезы, оставляя между плиткой и самим саморезом около полсантиметра. В будущем воткну туда систему СВП, которая будет поддерживать, то есть пластмасски, сами будет поддерживать плитку, чтобы она вниз не упала. Делаю подготовку во всех трех случаях, что в будущем уже не мучиться. Опять также пружинтовую поверхность, на которой буду работать, и ту поверхность, с которой буду работать. То есть плитку, на которую положу плиточный клей, и плитку, в которой будет клеиться плиточный клей. Грунту обязательно. Почему? Сейчас не только расскажу, но и покажу, что получилось у меня в итоге, когда я все это грунтовал. Монтаж, к сожалению, начался именно с середины, потому что длина всего подоконника метр четыреста, а плитка была пятидесятая. Поэтому все-таки пришлось сделать из трех кусков. И также не забываем, что расстояние между плиткой и стартовым профилем оставляется сантиметр. Эту всю часть необходимо запенить, чтобы там было тепло, и оттуда не сквозило, не дуло холодным воздухом. После того, как я положил плиточный клей, и перед самым моментом, когда шмякну последнюю, финальную плитку, необходимо промежуток запенить, потому что потом туда уже никак не подлезть. Ну, а теперь шмякаем. Чпоньк, все, готово. Никуда она дальше не денет. Проверяем по уровню, ровно, идем дальше. Идем дальше, не забываем про систему SLP. Ну, не забываем про нижнюю часть. Намазываем также две поверхности. Одну со стороны плитки, другую со стороны стены. И крепим. Все, готово. Вот так выглядит бюджетный, очень дешевый, почти халявный подоконник. Но если посмотреться утром, и утром была печаль. Когда я присмотрелся, были ужасные, очень неровные края. Я, в принципе, и так знал, что они будут. Но утром они смотрятся более ужасно, чем вечером. Сейчас попробую сделать затирку, посмотрю, что получится. Вся надежда только на нее. Ну и пока есть время, решил поставить откосы. Откосы будут делать, как не советуют ребята в комментариях, без стартового профиля. Просто на сантиметр вглубь загоняюсь откос, запениваю и все. Не забываю сделать, чтобы это было более-менее по уровню. Откосы сделаю также ровно. Просто на малярный скотч. Часть малярного скотча на зеленую часть откоса, часть на стенку. Между откосом и стенкой свал туда обычно от системы SVP пластмасски, чтобы они были ровно. По уровню все это прижимал. Даваю туда пеной, надо будет разжимать. Все будет идеально ровно и по уровню. Проверял, работает. Никакой малярный скотч не вырывает. Добавил немного магии в наши рутинные будни. Чпоиньк, готово. Пеной стрелять нужно вовсю, так чтобы она прям вдаль туда влетала и нормально держалась. То есть не так чуть, а прям выстреливать туда внутрь. Запенил я ровно половину в два прихода. Сначала стрелял ровно до половины, она расширялась. Если ножка оставалась, потом уже допениваю. Ну и немного позже можно приступать к затирке. Затирал я белой затиркой, чтобы затирка слилась с нашим подоконником и этих трещин, сколов и откосов не было видно. Делал специально так, чтобы затирка выпирала за рамки этого угла. Сделал это специально, чтобы потом утром, когда все высохнет, взять маленькую шкурку, прям саму маленькую. Свет аккуратно полукругом зашкурить. Должно получиться аккуратно, красиво и классно. Ну а центральные швы затираются легко, без всякого старания. Стараться нужно только на крайних, там где находится залусовка. Все готово. Сделал с большим зазором, чтобы на утро было что пошкурить. Ну и утром попробуем сделать мастер-класс, посмотрим что получится. Вот наступило утро, теперь пришло время пошкурить. Всю эту реблицность нужно убрать и создать полукруг. То есть должно прям получиться аккуратно, без зазоров и никто никаких трещин и сколов увидеть не должен. Давайте посмотрим насколько это хорошо получится. Ну что ж, в итоге получилось у нас шляпа. Просто гигантская ковбойская шляпа. Зазоры все равно видно, сколы все видны. Не знаю как вам, а мне это не нравится. А если мне что-то не нравится, значит это все ломаю и делаю заново. Такова моя практика. Ломаю с помощью кувалды и стамески. Стамеску загоняю под плитку и потихоньку подымаю, пока не отрывается. И вот сейчас многие не верующие по грунтовку и воду я вам отвечу на ваш вопрос. Когда я оторвал плитку от подоконника, сам клей и плитка осталось на месте, а от стены отлепилась штукатурка. То есть куда грунтовка проникла, то и осталась на самой плитке. Ни в каком слое, то есть клей или от плитки ничего не отошло. Все ушло от стены вместе со штукатуркой. Вот настолько хорошо работает грунтовка. По-любому сейчас есть вопрос, а что же ты будешь делать дальше, все разбирать? Нет. Есть специальный отбойничек, есть уголки пластиковые, резиновые. У меня был, давно еще завалялся с работы, три специальных чугунных и оцинкованных, я не знаю, из линии ржавейки. То есть такие железные уголки. Они крепятся специально под плитку до сантиметра. У меня они были, я из них обычно делал всякие приблуды, но у меня осталось. Как раз она была полтора метровая, я отлил 10 сантиметров и мне прям под подоконник хватило. Смотрится очень дорого, а стоит она копеечки. Ну а дальше проходим все процедуры повторно. Очищаю плитку от клея, наношу клей под подоконник, заранее все это погрунтовав и плитку повторно и подоконник. И опять все это приклеиваю. Также использую саморезы, чтобы все держалось, под плитку делаю систему СВП, чтобы она не упала. Все это ровно, только уже подгоняю под сам набойник. Ну и все. Жду все это дело около суток, все это высыхает. Также произвожу затирку и финальный вариант, что получилось, могу сейчас вам спокойно показать. Вот такой вариант мне нравится намного больше, а тем более, когда солнце, эта отбойка очень красиво блестит. И все нравится, все меня устраивает. Также я успел засиликонить откосы и расстояние между профилем и самой плиткой. И смотрится классно, аккуратно, и затирка, и вообще все супер. А если еще каждый день качественно натирать эту нержавейку, то смотрится вообще классно, прям блеск радует глаз. Что касаемо затрат, ушло там не более 100 рублей. Почему? Ну потому что грунтовка где-то 100-150 грамм, плюс плиточный клей килограмм полтора, не больше. Вот это в принципе и все траты. Плитка черновая у меня была очень давно, не помню с кого метро перехода я его снял, но в общем еще есть. Возможно разыграю кому-то, на черновый вариант пойдет. Мыть ее нельзя, потому что она такая шершавая, то есть вы тряпку сотрете, но грязь не отмоете. Почему? Я проверял уже, мы хотели в прихожей сделать. Это вот чтобы не убиться где-то у себя в мастерской, там в сарае, в курятнике, это нормально. А так что повседневно вы просто не отмоете, это просто какой-то трэш. Ну понятно почему, потому что это настенная плитка, она моется походу с керхера, с ушки. То есть тряпкой там вообще делать нечего, она с вас сотрется. Она чем-то похожа на терку. А блестящая вот эта вот планка, оказывается у меня их было две штуки. И я изначально думал, что это просто маяк, то есть поставил маяк под штукатурку. А когда стали разбираться, оказывается, что это не маяк, это вот плиточный уголок. У меня их две штуки, и это была прям приятная неожиданность. Хотя на второй этаж я покупал целиком алюминиевую планку, хотя рядом было под носом нечто такое красивое. Ну и все, ну а белую плитку мне подарил сосед. Вот в принципе-то и все траты. Как-никак для нас с женой вариант сделать подоконник на кухне из плитки, это вот прям то, что нужно. А купить готовую плиту, кстати продаются, готовая плита, мы сначала хотели ее на кухню. Такая полтора метровая, в ширину 35 и с закругленным этим, то есть такая типа ступенька. Эта плита стоит 7500. Ну блин, что-то как-то жаба душит, когда можно сделать из хлама нечто подобное. Есть надоест, я разбокатею как-то в будущем. Да, просто вырвал эту плиточку и встал в нормальную плиту. Но мы все хорошо знаем, что нет ничего временного, как постоянное. Ну что, в следующем ролике я расскажу про кабанчик. Самого самостоящих Леха, всем счастливо, пока-пока.